По словам Звирика, жарко на границе и сегодня. Фермеры из Абхазии сотнями везут в Россию мандарины, хурму и другие фрукты. Из-за нагрузки пропускная способность пункта сегодня находится на пределе. Поэтому начальник ведомства просит губернатора рассмотреть возможность вернуться к опыту Олимпийских игр. Тогда по поручению главы региона через границу ходили два парома и железнодорожный транспорт. Обратил внимание Звирик и на еще одну актуальную проблему. В районе села Аибга до сих пор не определена четкая граница между Абхазией и Россией, и некоторые территории считаются спорными. Этим моментом пользуются преступники и развивается браконьерство. Кроме того, страдают и сами жители. Регулярные перебои с электричеством, разрушение дороги – это только малая часть возникших проблем. К сожалению, прописка в Адли, да? Да, да, совершенно правильно. К сожалению, в этой мутной воде и браконьеры, и все, что вырубка леса. Так, к сожалению, и есть в настоящее время. И я думаю, что большим подспорьем в данной ситуации был бы ремонт дороги, которая там существует, и, соответственно, ремонт моста. То есть даст возможность обеспечить их в социально-бытовом отношении. То есть какие-то и магазины будут выезжать, и люди будут получать медицинскую помощь. Я уже дал такие поручения, мы все изучим. И цены вопроса, прежде всего, возможности. Вопрос уже такой затяжной, надо его решать. Еще одной темой встречи стало патриотическое воспитание молодежи. Этой работе сегодня ведомство уделяет немало внимания. Только в этом году в крае создали шесть классов юного пограничника. На базе средних школ они открылись в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Тимашевске, Крымске. Здесь детям преподают основы военной подготовки. Александр Ткачев поручил начальник управления и дальше создавать подобные клубы. У пограничной службы есть множество примеров, уверен губернатор, на которых можно воспитывать молодое поколение. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.